Доброго дня всем, дорогие друзья! В эфире программа «Есть что сказать». У нас в гостях и романах Фоти Мочилов, насельник Свято-Пафнутьево Боровского монастыря. Батюшка, здравствуйте, благословите! Здрасте! А благословить? Вы всё-таки романах, мы к вам так и относимся в первую очередь, а уже во вторую, как к участнику проекта «Голос», победителю. То есть для нас, в первую очередь, священнослужители. Бога благословит. Спасибо вам. Отец Фоти, ну, тем не менее, в Екатеринбург вы прибыли в рамках турне, которое совершают финалисты проекта «Голос». И понятно, что, и когда вы стали участником этого проекта, и уже после того, как победили, так ещё в большей степени, вам пришлось дать очень много интервью. Именно слово «пришлось» не хочется подчеркнуть. Поэтому я постараюсь спрашивать не всё то же самое, что, может быть, уже надоело, но, может быть, где-то уж повторюсь, вы простите, потому что всем интересно о вас много чего узнать. Но я бы всё-таки начала с вашего монашеского пострига. Вот я знаю несколько историй, о которых мне рассказывали сами монахи. Когда они постригались, владыки их так смиряли, что они не знали до самого момента пострижения, каким именем их нарекут. И в результате всё-таки, ну, во всех трёх случаях, о которых я доподлинно знаю, это было то имя, на которое они рассчитывали, о котором молились, о котором просили. Или, ну, вот всё-таки вот неизвестность, она была вот до самого этого времени че. А как было в вашем случае, и кто этот ваш святой Фотий? Святой мученик Фотий празднуется вместе с мучеником Аникитой. Это мученики-безребренники 25 августа. И меня постригли за несколько дней до этого. То есть, ну, там вот во время пострига ты должен находиться в храме три дня. И получается, ну, на последний день ты... Себя снимают клобок, и вот как раз День Ангела у тебя получается. Фотий, так получилось, что в самый последний момент, видимо, уже во время пострига, наш владыка Серафим, он передумал назвать меня Аникитой, назвал Фотием. Потому что в проповеди, в слове на постриг стояли именно так имена Аникита Мучилов и второй человек, которого постригали одновременно со мной, отец Аникита, который у нас сейчас есть. И вот почему-то вот решил наместник именно в самый последний момент всё-таки поменять нам, меня называть Фотием. И я очень рад, я так рад этому имени, потому что переводится с греческого «светоносный». Я вообще люблю всё, что связано со светом, начиная от фотографии и, ну, кончая вообще общим таким мировоззрением на свет. Свет, он рисует картинку. Вот без света мы бы ничего с вами не видели, не было бы ни телевидения, ничего, да. И от света, от того, как он ложится на какой-то предмет, мы так видим этот предмет. Батюшка, а расскажите про своего святого. Вот как он вам открылся, как строятся ваши личные взаимоотношения? Вот до этого у вас были, наверное, добрые, тёплые взаимоотношения со святым Виталием. И вдруг появляется новый небесный покровитель. Насколько это вообще просто, принять вот этого нового человека, как родного, как близкого, как того, кто теперь с тобой всю жизнь вместе? Ну, я не знаю, я не ощущаю именно вот такого покровительства, конкретно преподобного Виталия или конкретно мученика Фоти. Я думаю, что нужно просто брать что-то от них, от их жития и постараться как-то подорожать, может быть. Если уж так волей судьбы или промыслом Божьим нарекли тебе, значит, в этом есть какой-то знак. Ну, вот он мученик и бессеребренник, какой-то знак. Бессеребренник, вот ключевое слово бессеребренник. Значит, должно быть такое отношение к деньгам, то есть без серебра, без денег. И это очень, знаете, такая вещь, укрепляющая вере. Ты вот не ждёшь денег, а они вот просто появляются, когда тебе надо. Вот только задумывался о том, что вот как же мне, как же мне завтра, надо ехать туда, там, мне даже на проезд, там нет. И вдруг появляется человек, который тебе приносит деньги. Так вот. И когда ты с верой вот так подходишь к этому вопросу материальному, тогда проще жить. Сложно, когда их нет, а они нужны, но, может быть, ещё сложнее и хитрее трудности, когда они есть и к ним привыкаешь. Ну, я думаю, мне это не грозит. Батюшка, вот у одного замечательного священника, он много паломничает вместе с сестричеством Милосердия, которым руководит по монастырям. И вот у него есть такая характеристика каждого монастыря. Оптина, пустынь, это труд, это деятельная жизнь. Лам, он кроткий. Соловки, они непостижимы и невместимы, ни с первого, ни со второго раза, потому что очень много всего. И тяжёлые моменты с этим связаны, и светлые. Александр Свирский монастырь, он говорит, это личное, живое присутствие Александра Свирского преподобного там ощущается. А вот Пафнутиуборовский монастырь, он какой, если так охарактеризовать? Каким он вам открылся? Почему-то первое слово, ассоциация, молодёжный. Потому что мы активно общаемся с молодёжью и стараемся привлекать её всеми возможными способами. Мы не стараемся заниматься просто менторством каким-то, а делать какие-то мероприятия, которые приятные и интересные подрастающему поколению. Вот, и, ну там, флэш-мобы какие-нибудь. А на время какие? Вот на Пасху у нас два раза уже была такая акция. Мы проезжались с, такая колонна машин едет с включенной музыкой, там песнопение пасхальное, звон, всё это громко очень. Вот, и проезжается по району всему. И людей очень это радует, всех, кто на улице стоит. У вас там дружина какая-то есть, да, молодёжная? Да, да, Боровская дружина, православная дружина Боровского края, вот так вот она называется. Началась она от группы в соцсети. И потихоньку-потихоньку стали стекаться молодые люди, девушки. И вокруг предводителя, отца Макария, зародилась-зародилась жизнь интересная. Вот, какие-то субботники, какие-то благие дела, там, поездки в детские дома, помощь, вот, интернатам или, там, домам престарелых. Всевозможные. Ну, или отдых просто, какой-нибудь в лагерь, там, на два дня выехать. Батюшка, вот я, перечисляя характеристики монастырей, упустила Псково-Печерский монастырь. А его, вот этот мой знакомый батюшка, называет духовной теплицей, райским садом. Там же никогда не прекращалось старчество. А вот в Пафнути в Боровском монастыре старчество возродилось в 1991 году, когда отец Власии стал духовником, возрождающийся только-только после времен богоборчества обители. Расскажите про отца Власия. Митрополит Кремен был с ним, насколько я знаю, знаком еще с юношества. И пригласил его из Тобольска туда, в Боровск. Когда монастырь начал возрождаться, даже еще раньше, еще до открытия монастыря, отец Власий служил в Боровске. Сначала в Главном кафедральном соборе, потом на Рябушках, это пригород Боровска. И когда монастырь уже начал потихоньку работать после запустения советского, отец Власий начал жить в монастыре и потихоньку заниматься пастырским делом, духовным окромлением. Очень много людей к нему стало приезжать. И вот с тех пор так все и продолжается. Он официально является духовником обители. И что про него можно сказать? Это очень высокой жизни человек. Я не люблю вешать такие ярлыки, как прозорливый чудотворец. Сам батюшка тоже всегда против таких вещей, когда говорят. Он говорит, я не чудотворец. Идите в храм, зачем вы ко мне идете? Поклонитесь Голгофе. Расскажите Богу все свои скорби, излейте их. И Господь вам поможет быстрее, чем я. А все-таки народ у нас такой, что любят старцев, любят быть в подчинении. И батюшка отвечает часто на самые наивные вопросы, самые, как сказать, абсурдные. Потому что люди приезжают даже из любопытства. Это часто совсем невоззраковленные люди, ищущие чудес, ясновидение какого-то. Потому что слава такая разнеслась о батюшке, что он прозревает, что он все знает. Я не отрицаю, что может быть такие осенения благодать Божьей, когда духом дается человеку какой-то ответ, и он говорит это человеку. Но батюшка может этого даже не подозревать, что он говорит что-то такое, и что известно только тому человеку. Конечно, духовник существует для того, чтобы решать духовные вопросы, а не вопросы болезней или семейных неурядиц. И я считаю, что к батюшке нужно подходить именно за решением проблем духовного плана. Я посмотрела на сайте монастыря. Там есть раздел об отце власе и в конце часы приема. То есть на прием я поняла, что нет никакой записи, просто приезжаешь, и вот можно попасть. Но с пяти утра до 21 часа кто же это выдержит? И как же это выдержать? Я почему-то думаю, что все вопросы с пяти утра до 21 часа, они конечно касаются духовных тем, но может быть по большому счету это вопросы болезней, купить квартиру, поменять машину. К сожалению, каждый бытовой чих, его хочется регламентировать батюшкиным благословением. Либо отвечает так, шутками-прибавутками, либо почти что молчит. И людям часто достаточно одного взгляда. Вот батюшка посмотрит, и сразу какие-то все твои вопросы становятся такими крохотными и малозначимыми, что даже стыдно становится спрашивать. Поэтому люди сами приходят и смиряются от того, что пришли, а в итоге украли у убеленного сединами старца время. А отец в власти он какой? Он строгий? Или он больше добрый? Или это в нем как-то так сочетается? Вот для вас? Сама любовь. Он светится любовью, радостью. Он совсем, знаете, не такой старец, как мы привыкли считать. Или как у нас создался какой-то стереотип строгого, подвижника. Который после вам в лоб сразу даст и будет тебя смирять. Конечно, подвижник и скет, но ведет он. У него такой другой темперамент. Взять старца Ильи, он совсем другой. Хотя у оба их та же благодать, наверняка. Но батюшка, он какой-то такой свой. Он детский немножко. Он как отец прям. В то же время, как дитя немножко, нет? Детский. Наверное. Спасибо, батюшка. А понимаю, что вы уже много кому рассказывали во всеуслышание про свои послушания, но тем не менее, для наших зрителей, вы регент хора, вы верстаете журнал, вы фотографируете. Что из этого ряда вы больше всего любите делать? Всего понемножку. Но вот это ваше прямо послушание или это и ваше увлечение тоже? Что именно? Регентовать, верстка, фотографии. Регентство, это послушание, безусловно. То есть так вы бы регентом не были бы, если бы вот прям не назначили, не хотелось бы? Сложно сказать. Наверное, нет. Потому что я вообще приверженец идеального пения. Если это хор, я всегда все хочу довести до совершенства. И мне доставляет большую скорбь, когда я слышу какое-то неправильное пение. А на клиросе часто в монастырях поют люди непрофессионалы. И это больше смирение и труд, чем хобби и наслаждение работой. Поэтому для меня регентство это тяжелый труд. Прежде всего морально, как вот с профессиональной точки зрения тоже. И тут еще и духовная работа. Потому что ты должен снисходительно ласково относиться к своим... Ко всем, кто положил. Да, да, да. Время пения, понятно. Удается? Ну да. Раньше я как-то больше срывался и там что-то скажешь такое резкое. Потом сам себя коришь за это и просил просения у певчих. Сейчас все-таки как-то больше с любовью. И даже, ну, пусть они там где-то ошиблись. Главное, поют. Главное, вот... Они же стараются. Они же переживают сами. Матюшка, а фотографии, верстка? Верстка, это послушание. Хотя я его как-то напросился почти на него. Поскольку, ну, я с компьютером на «ты» был всегда в миру. И когда узнали, что я владею, то попросили меня помочь в верстке газеты, там, журнала детского, который у нас создается, кораблик. И я согласился, изучил эти программы для верстки. И дело пошло. Вот. У меня есть какой-то внутренний эстетический критерий. И, в принципе, небольшие базовые знания, там, какие-то композиции, да. Уже достаточно, чтобы сверстать добротную статью какую-то. Вот. А еще вы снимаете программы телевизионные свои. Я видела кухню с отцом Фоти про лапшу эту быстро завариваемую, которая называется «Бомжики». Ну, это мы так неофициально в народе называем. На самом деле, это был такой шуточный просто ролик. Вот. Я создал его из коротких интервью. Такая вот компиляция. Всех наших насельников и трудников спрашивал, как они относятся к вмешивле этой быстрого приготовления. Потому что, ну, это такое питание, хоть нездоровое, но очень монашеское. Быстренько, скромненько перекусить где-нибудь, там, на привратке где-нибудь. И все. Вот. И разные мнения были, конечно. Кому-то нравится, кому-то не нравится. На самом деле, ценность этого ролика может быть не столько в его кулинарной составляющей, сколько в том, что мы посмотрели на лица тех, кто живет в Пафно-Тиборовском монастыре, услышали самых разных людей, увидели их своеобразие. Вот это, конечно, здорово. И за это спасибо. Батюска, есть еще такой перископ? Да, это новое течение. Да. Я не думал, что я этим заражусь. Вот расскажите про это, пожалуйста, как угораздило, и дальше будет серьезный духовный вопрос. Вы знаете, может быть, я никогда бы не стал пользователем этого, этой новой сети социальной. Это даже не социальная сеть, это способ общения людей известных с публикой, с теми, кто тебя сделал этим фаворитом, кто, в общем-то, стал поклонником твоим. Потому что общение такое вот заочное, когда ты, допустим, в соцсети выкладываешь какие-то посты, какие-то новости, нету такого личного контакта. А здесь они тебя видят, они тебе имеют возможность в прямом эфире задать вопрос, и ты моментально отвечаешь. Ну, естественно, если успеваешь прочитывать эти вопросы, потому что пишут много. Там сейчас несколько тысяч подписчиков уже, и когда стоит мне только выйти в эфир, в перископе, и тут сразу же наплывают зрители. Но это ответственность большая тоже. Это не просто развлечение, не игра никакая. Ты делишься информацией, ты отвечаешь на вопросы. Есть ещё такой проект «Батюшку онлайн», они тоже есть в перископе. И иногда я выхожу через их аккаунт. То есть ты можешь уже конкретно отвечать на духовные вопросы. заранее предупредить, и уже люди знают, что ты там появишься, и будут готовы. Насколько я знаю, по реакции батюшек, которые у нас бывают в интерактивной программе ежедневной беседы с батюшкой из Москвы, Санкт-Петербурга или из Екатеринбурга, вообще это, конечно, послушание отчасти мученическое. Потому что ведь ты же не знаешь вопрос, на какую духовную тему прозвучит в эфире, а отвечать надо. Да, а ответственность чувствуешь огромнейшую, потому что слушает не только вопрошающий, слушает вся многомиллионная аудитория. И принесёшь ты пользу или навредишь своим ответам, это предугадать нельзя, это только, видимо, цепляться сильно-сильно за молитву и быть очень осторожным в словах. Ну, там это ещё всё записывается, потом есть люди, которые всё это сохраняют, накапливают, в Ютуб выкладывают. Это опасно, потому что этим могут воспользоваться люди, которые, ну, из жёлтой прессы. Я недавно совсем встретился с ужаснейшей статьёй, которые просто вот как лоскутное одеяло вот нахватали из всех моих каких-то перископов и интервью. И всё взяли такое самое жутушное, чтобы как-то меня скомпрометировать. Неприятно, конечно. Ну, тут хочется вспомнить замечательное стихотворение замечательного Валентина Гафта. Спасибо всем, кто нам мешает, кто нам намеренно вредит, кто наши планы разрушает, кто нас обидит, норовит и так далее. Вот, знаете, мне сначала было очень как-то не по себе от того негатива, который был у некоторой части церковного общества по отношению вообще к вашему участию в проекте «Голос», к вашему появлению там. Хотя, казалось бы, вот благословение духовника, вот благословение наместника монастыря, вот благословение митрополита, что они все втроём понимают в этом хуже прихожанки Марии Ивановны. Вот, честно, недоумение было. Ну, вот к данному моменту я понимаю, что, наверное, эти люди, они не без промысла Божия так реагируют, потому что нужна же вам ложка дёгтя, потому что бочкой мёда можно так, наверное, было бы и сильно отравиться. А я знаю очень хороших церковных людей, которые просто за вас переживают, как за монаха, искренне, без осуждения, без какого-то, знаете, превозношения. Вот мы молодцы, сидим тут, не лысовываемся, он вот пошёл, сейчас вот себе огребёт искушений. Просто искренне переживают молиться. И чего хочу сказать по поводу искушений, молитвы и всего прочего. Когда я смотрела голос и в очередной раз объявляли, что вы победили на данном этапе, у меня было ощущение, что вы тут же стараетесь углубиться в молитву. Там не было вот этих вот улыбок, знаете, вот махания рукой с вашей стороны, а была какая-то полная сосредоточенность. Это так? Да, я был максимально сосредоточен, это точно. Ну, может быть, не в молитве, может быть, это молитвенное состояние, которое уже стало привычным мне в монастыре. Какое-то поведение, может быть, такое, немножко отрешённое, потому что часто даже мне писали, что я когда на сцене стою и пою, видно, что я как будто не тут. И я думаю, что это от долгой жизни в монастыре такое впечатление внешнее. Про молитву хочу спросить. В Перископе вас тоже спрашивали в одном из выпусков про Иисусову молитву. Она сейчас, я боюсь этого слова, правда, но употреблю, популяризируется. И на самом деле, когда человек начинает читать её, то он понимает, что, наверное, без этого плохо, без этого всё не так. От неё страшно отпуститься, но в то же время ей трудно её удерживать. Вы как этот вопрос решаете? Я вижу её как волшебную палочку с молитву, потому что, как только ты начинаешь молиться внутренне, сразу же успокаиваются все какие-то страсти, какие-то неурядицы внутренние. Приходит мир сразу же. Если за что-то переживаешь или чувствуешь какую-то боль на душе, она очень быстро растворяется, как только ты её осенил этим именем Божиим, так сразу же всё просветливо просвещается. Вот. Ну, конечно, как в чём бы то ни было в нашей жизни, есть крайности. Если ты молишься ради молитвы, а не ради покаяния, просто читаешь как мантру какое-то, заклинание, то она будет во вред просто. Можно даже повредиться духовно, душевно, умственно. Это уже крайней степени, конечно. Но есть малый процент, конечно, слава Богу, людей, которые слишком восторженно и как-то экзальтированно относятся к молитве в целом и приходят в состояние гордости и самообольщения, ну, то, что называется прелестью на церковном языке, когда они из молитвы делают средства для приобретения какого-то состояния, вхождения в транс. То есть они ищут кайф, в кавычках, да, вот в молитве. В духовных состояниях, да? Да, искать таких состояниях нельзя. Понятно, что, да, в общем-то, молитва всегда это средство, но она не должна быть самоцелена, или, ну, она не должна приводить нас в состояние вступления, гордыни, что мы вот типа святые уже. А как правильно тогда ее читать? Желательно, конечно, советоваться с опытными людьми, со священниками, кто практикует, еще лучше со старцами, вот, ну, доступ к старцам всегда ограничен, и лучше, конечно, почитывать святую духовную литературу и святителя Игнатия Брянчинина. Он очень хорошо об этой теме говорит, как избежать опасности таких духовных. Батюшка, у Вас есть самые любимые святые? Вот те, с кем Вы, ну, скажем так, на дружеской ноге, вот кто родные и близкие, кому Вы можете сказать, ну, ну, вот, пожалуйста, ну, вот, помоги, ну, ты вот видишь, что, вот прям честно сказать, вот так вот, вот видишь, что со мной творится, как бы обратиться как к родному отцу, как к родной матери, за духовной помощью, или за, может быть, даже за помощью в каких-то бытовых неурядицах? Наверное, наверное, вот так вот совсем родных, наверное, нет, но преподобный Серафим Саровский, это был первый святой, который даже рисовал, когда был в лагере от православной школы, 12 лет, я начинал воцерковляться, пел на клиросе, первые молитвы учил, первая исповедь была генеральная за все детство, вот, и можно сказать, вот именно первый святой, который меня коснулся, да, моего сердца, потому что лагерь находился у нас близ Дивеева, мы часто туда приезжали, на автобусе, и вот он мне считает, наверное, ближе всех получается, потому что, ну, он, он мне видится таким добрым, хотя все преподобные добрые, но, знаете, есть такие пустынники, аскеты достаточно строгой жизни, я не говорю, что у преподобного Серафима была не строгая жизнь, он же молился тысячи дней, тысячи ночей на камне, это, ну, колоссальный такой подвиг, ну, вот, что-то его отличает от всего сонма известных святых, то, что он, почему он кажется родным и близким многим россиянам. Мы же его и называем Батюшкой Серафим, вот оно же прижилось, или Матушка Ксения, Матушка Матрон, ну, почему не Батюшка и Матушка? Потому что какие-то простые, очень доброжелательные, любвеобильные, хотя и про других этого, ну, это тоже с полным основанием, можно сказать, но здесь почему-то это в большей степени, наверное, выражено. Вы его как рисовали? С медведем? Нет. А как? Нет, просто с палочкой. Просто с палочкой, как вот на иконе Надивеевской, да? Да. Батюшка, я знаю, что ваши близкие смотрят эту программу, поэтому, пользуясь случаем, как на поле чудес, вы можете передать им привет и сказать какие-то добрые, теплые слова? Хорошо. Хочу передать привет бабушке, маме, папе, брату, который находится сейчас очень далеко от меня, еще дальше, чем пару недель назад, потому что я теперь сижу в студии в Екатеринбурге, мама находится в Германии, и вот хотел бы помахать ручкой маме и обнимаю. Батюшка, по поводу медведя я не случайно тоже заговорила, а в Пахно-Тиборовском монастыре есть традиция держать животных? Ну вот бывает же, там, кушек разводят, там, или павлинов, или еще кого-то, а у вас как с этим дело обстоит? Нет, у нас есть только ферма, подсобная хозяйство, где есть разные животные, но внутри монастыря в основном только обитают кошки. Вот. Излюбленное место для них это привратка. Все паломники, когда приходят в монастырь, первым делом встречают именно этих обитателей. Вот. Они, как правило, уже хорошо упитанные, но все равно, и я тоже подкармливаю иногда. Там уже некоторые коты, кошки выучили скрип моей двери в келью, и когда я выхожу, они знают, что я могу им что-то дать. Вот. И уже мяучат. Я говорю, ну, нету себе ничего, нету у меня. Вот. Некоторые паломники, зная, что я подкармливаю, мне тоже привозят какой-то корм для кошек хороший, и я кормлю. Ну, и тогда они с еще большим воодушевлением бегут на скрип в вашей двери. Вот, знаете, можно в жизни наблюдать, к сожалению, что мы от них же первое есть ас, можем с умилением относиться к животным, но жестко относиться к людям. И вы в одной из своих проповедей после литургии об этом говорили. Просто я текст этой проповеди нашла на сайте Пафнотиуборовского монастыря. Она мне очень понравилась, потому что очень созвучна, ну, с каким-то моим восприятием того, что происходит вокруг. Вы эту свою проповедь основывали на словах Спасителя «Поступай с другим так, как хочешь, чтобы с тобой поступали». Вот какие болезни, какие проблемы церковной жизни я не говорю о церкви как организации, а вот мирян, монахов, вот нашего вот этого человеческого такого церковного сообщества, вас в первую очередь беспокоят, какие вы бы хотели решить проблемы в первую очередь в себе и вот в других? Ну, самая главная наша проблема это гордость и осуждение. Часто люди осуждают по эмоции какой-то. Не хотят оправдать, не хотят рассуждать, не хотят углубиться в проблему или не проблему даже, просто вот сразу спонтанная какая-то эмоция у людей возникает на какое-то явление или на чьи-то поступок. Им вот что сейчас привиделось, пригрезилось, они сразу же говорят, что вот он такой-то, такой-то, он плохой, он туда-то пошел, а куда он вообще пошел и зачем он пошел. Не знаю, люди любят наблюдать всегда за кем-то. Какая-то в этом страсть есть. Не за собой совсем, а именно за другими. И выискивать только плохое. Почему-то мы не хотим увидеть хорошее. Вот взглянули на человека и нам хочется сразу сказать, вот наверняка он числавный, да. Видно вот по лицу числа. мы всегда вот меряем по лицу, мы всегда смотрим какие-то поступки и хотим сами себе доказать, что этот человек плохой, а я лучше. Вот. Надо перестраиваться, надо всегда выходить на новый уровень, на уровень христианского, христианской морали, принципов, закону любви. То есть именно относиться к другому, как к самому себе. снисходительный, даже не просто снисходительный, а понимающий, что он такой же человек со своими страстями, со своими немощами. Вот. Немощи друг друга носить, и так исполнить закон Христов. Вот. Все распри, все какие-то войны, конфликты, они все основаны на гордости, на убежденности в том, что мы лучше. Мы истинные. И ошибка православных в том, что они в своей убежденности в правоте и истинности непоколебимы. Конечно же, здесь спора нет, но в этом убеждении скрыта еще какая-то гордость нехорошая. это, наверное, когда скажем так, истинность церкви переносится на самого себя. Вот я, я принадлежу к истинной церкви. Но главное тут слово, наверное, я, а не церковь. В этой ситуации. Да. И хотелось бы, конечно, чтобы люди не были такими радикальными, такими строгими. Нужно быть строгим только саму себе. А всех любить, неважно, эллин ты, людей, человек. Вот. По-человечески относиться в первую очередь, потом по-христиански. Спасибо, батюшка. Друзья, с нами был сегодня насильник Святого Афнутиева Боровского монастыря, Ирмана Хватий Мочилов. Спасибо за то, что вы провели с нами это время. Эфир телеканала Союз продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.